INFINITY NADO В группе С в первом раунде сражались Дион и Энгл Битва получилась эффектной и напряженной В конце концов победу в битве одержал ясновидящий Дион И прошел во второй раунд Во второй битве сражались Фара и Дон У них атакующие НАДО Поэтому битва была ожесточенной, но победил Сияющий Огонь Так Дон прошел во второй раунд Теперь Джин встретится с Харнем Интересная нас ждет битва Десятая серия. Связь Инфинити НАДО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ого! Джин, ты чего это? Эта улица всегда была оживленной Но сегодня на ней людей в разы больше Смотрите! Отлично! Я не верю! А, турнир Инфинити НАДО в самом разгаре Многие съезжаются в наш город, чтобы попасть на него Понятно Смотри Конец игры Мой Инфинити НАДО! Теперь твои баллы Инфинити НАДО мои! Погоди-ка, давай сразимся еще раз Ты смешной Все мои баллы А, Дон! Эй, помочь тебе? Что? Я могу вернуть твои баллы Сколько ты готов заплатить? Как всегда Я тебя впервые вижу Думаешь, победишь меня? Еще бы Помни о нашем уговоре Понял меня? Надо! Надо! Вот и все, конец Дон, вообще-то так нельзя Да ладно? Я очень рад за тебя Я был уверен, что ты легко справишься В первом раунде Но было не так-то легко Но мне очень понравилось Сражаться против Хэма Знаешь, думаю, Хэму тоже Несмотря на его поражение Берегись! Что? Что? А? Это ты? Я приветствую тебя, Джин Гриль-кафе Ваш заказ? Ого! У меня на родине Это деликатес Ешьте! Как аппетитно! Главное Получать наслаждение От еды А-а-а А-а-а Как вкусно! Великолепно! Эй, Джин Я ведь тоже победил Теперь встретимся В следующем раунде Жду с нетерпением Мне тоже не терпится Научиться чему-то у вас Ну что ты? К чему формальности? Я предлагаю сразу на ты Хорошо Договорились, Харн Я очень рад, Джин Как я объелся! И я Я рад был поужинать с вами И рад, что теперь могу Назвать вас друзьями Угу Друзья Ха-ха-ха Не важно, кто мы Откуда мы И сколько нам лет Я всегда рад разделить Вкусный обед Думаю, с Инфинити надо так же Ты правда так думаешь? Конечно, Джин Сражаясь, ты обретаешь И друзей, и врагов Ты ведь согласен, что это здорово? Но, Харн Слушай, Джин Завтра я выложусь на все сто Надеюсь на это Я тоже Сегодня второй раунд турнира Инфинити надо Поприветствуем Джина Нашего новичка Который прекрасно себя проявил Ну же, вперед! А теперь Давайте поприветствуем Харна Который разгромил Бэй в первом раунде Меня унизили Но ты же знаешь, что это правда А ты не дразнись Ты такой же неудачник Как и я Как тебе вообще не стыдно Сыпать соль на мои раны? Тоже мне Однако, этот Джин Сила ветра Давай Небесный вихрь Неужели он победит? Духа Фэй? Быстрый кнут Небесный вихрь Вперед! Порыв ветра У него атакующий надо Что происходит? Почему он до сих пор на арене? Каким образом ты это сделал? У небесного вихря под аватаром живет дух ветра Дух? Его сила может быть разрушительной Но также она может быть нежной В этом сражении он будет делать упор на выносливость Мне так кажется Я вроде не спрашивала Может хватит уже задевать меня, а? Но тебе это нравится Что происходит? Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, Джин, нравится играть в догонялки? Не то чтобы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вперёд, небесный вихрь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не надейся! Тимбол в бой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это битва! Давай! Неплохо! Ну, конечно! Мы же с тобой друзья! Я не могу ударить в грязь лицом! Да, ты прав! Теперь моя очередь атаковать! Бей в барабаны! Боевой тимбал! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Взрыв счастья! Пора взять контроль! Небесный вихрь! Вызываю торнадо! Как здорово! Джин атакует! Ура! Так держать! А ты хорош! Как и ты! А как тебе такое? Боевой тимбал! Небесный вихрь! Берегись! Спасибо! Ай, что происходит? Атмосфера битвы напряженная, но духам, похоже, нравится. Да, это так волнительно. Над ареной повисла напряженная тишина. Все с головой погрузились в происходящее. Как же приятно наблюдать за этой битвой. Кажется, будто дух харна играет в свое удовольствие. А дух джина танцует под музыку. Размахивает мечом в такт. Небесному вихрю нравится. Ну да, боевой тимбал развлекается. Вот только... Что? Думаю, мне радостнее, чем ему. Почему? Я из бедной семьи. Еды часто не хватало. Меня дразнили и избивали. В целом, детство было тяжелое. Но мама учила меня всегда улыбаться. Поэтому я всегда нахожу повод для улыбки. Ха-ха. Харм. Лучшее в моей жизни. Это инфинити надо. Это искусство многому меня научило. Я знаю, что здесь все равны, и ты можешь быть невероятно сильным. Я мечтаю однажды стать знаменитым. Я хочу, чтобы мои заслуги признали. Инфинити надо. Меня многому научили. И многое открыли. Но самое приятное, это, конечно же, сражаться каждый раз с новым соперником. Да, я согласен с тобой. Я любил тренировки с дедушкой. Но мне захотелось узнать новое. Инфинити надо. Познакомили меня с новыми друзьями. Они замедляются. Джин! Джин! Такое ощущение, что мы сейчас остались совершенно одни в этом мире. Совсем одни? Да! По-моему, это потрясающе. Вот бы так продолжалось и дальше. Понимаю тебя. Это потому, что у нас классная битва. Я такой счастливый, что мне не хочется ее заканчивать. Да, только... Небесный вихрь! Боевой тимбал! Что происходит? Боевой тимбал Харна упал первым. А значит, победителем второго раунда становится Джин! И теперь у него 15600 баллов! О, напряженная битва. Какие овации! И они не только в честь победителя Джина, они и в честь игрока Харна. Это была просто невероятная битва. Жду не дождось! Впервые такое вижу. Невероятно! Невероятно! Вот это да! Джин и Харн, спасибо вам за прекрасную битву! Рад был биться с тобой. Ты прекрасный соперник. Спасибо тебе большое! Это будет моя самая любимая битва! Спасибо тебе, Харн! Какой сегодня приятный ветер! И все это благодаря Инфинити надо! Правда? Я так не думаю. Просто ты этого не понимаешь. Пусть ветер дует. Скоро это закончится. Я об этом позабочусь. Инфинити надо Вот и начался долгожданный турнир Инфинити надо. Участники сражаются в группах А, Б и С. Победители сразятся в решающей битве. В ней с ними сразится Дэвис, Инфинити надо, которого, по слухам, обладает самой мощной защитой. Победивший Дэвиса сразится с непобедимой Сесилией. Получится ли у кого-то в этом году одержать над ней победу и заполучить заветный Инфинити надо «Разящий удар». В финальной битве в группе А сразились Харн и Джин. Потому как они бились, было видно, что они очень любят Инфинити надо. Победителем стал Джин. Очень скоро финальные битвы пройдут в группе Б и в группе С. В группе Б сразятся Флой и громадный малыш. А в группе С Дон сразится с Дионом. Скучать точно не придется. Одиннадцатая серия. Высвобождение силы Солнца. Пока. До встречи. Увидимся. Дон, ты идешь следующим. Удачи. Спасибо. Пойду. Приветствуйте первого участника. К нам выходит Дон с Инфинити надо «Сияющий огонь». Ха-ха-ха. Ха-ха. А теперь Дион и его Инфинити надо «Огненный веер». Я ясновидящий Дион. Я поведаю тебе, что такое любовь. Ты возродишься? Чего? Увидев мое пламя, ты возродишься. Ха-ха. Да что ты знаешь о пламени? Взять, к примеру, мой Инфинити надо. Температура его пламени – 6000 градусов. Справиться твой «Надо» с этим. Если проиграешь, отдашь мне свой. Придется мне научить тебя еще и манерам. Плохо быть надменным. Надо! Надо! У нас атакующие «Надо». Давай покончим с этим сразу. Так покажи свою любовь к Инфинити «Надо». На арене Дион и Дон. Финальная битва в группе «С» началась. Кто же продержится до конца? А кто проиграет? Я вовремя. А? А где Элай? Что? Это же... Флой такой таинственный и загадочный. Даже я о нем почти ничего не знаю. Однако, как и все участники, он должен быть мастером. Но, похоже, его нет. А, ну и сколько его еще ждать? Мы не должны ждать. Наверное, он испугался и решил не приходить. Чего? У Флоя на счету 12600 баллов! Когда он успел их набрать? Да, это же Флой! Эй! Сияющий огонь Дона движется по арене в левую сторону! А огненный верх Диона – в правую! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Атакующее кольцо! Что твоего Инфинити надо, не годится и в подметке кольцу сияющего огня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты слишком самоуверенный! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Атакующее кольцо моего Инфинити надо? Высекает искры с помощью силы духа и вызывает взрыв! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошее у тебя кольцо! Сколько за него попросишь? Что происходит? Оба Инфинити надо были одновременно выбиты с арены! Потрясающая атака! Вот что значит атакующее надо! Если они были выбиты вместе, то всё сначала! Но если сияющий огонь был выбит первый, то Дон проиграл! Жюри пытается разобраться! Оба Инфинити надо были выбиты с арены одновременно! Так что начинаем новую битву! Вижу, ты любишь Инфинити надо! Но, коллекционируя их, ты усугубляешь жажду! Но я помогу! Избавиться от недуга! Недуга? Мы оба пришли сюда за боевым надо, так ведь? В этот раз мой Инфинити надо не подведёт! Сейчас ты ощутишь на себе взрыв В десятки раз мощнее, чем до этого! Вперёд, очищающее пламя! Пора избавиться от пороков! И стать лучше! Иссякла сила духа? Исправь ошибки! Ха! Наконец-то! Его дух разозлился! Сильно разозлился! Забыл сказать! Шесть тысяч градусов – это температура в обычном состоянии! Что? Сияющий огонь! Огненный меч! Максимальная температура пламени сияющего огня тоже 80 тысяч градусов, как у моего веера! Победителем битвы стал Дон! И теперь у него 16 тысяч баллов! Ты прав по поводу жажды! Но я собираю Инфинити надо, потому что мне нужно помогать семье! Понятно! Доверяй себе! Твоя любовь смогла переродиться благодаря мне! Тебе не кажется, что ты бредишь? Дон! А это что-то важное? Может, кто-то подарил? Ладно, можешь не говорить! Забудь! Это от сестры! От сестры? Тебе это подарила сестра? Она сегодня здесь? А? Удачи тебе в битве! Кто же сражается следующим? Гномы! 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 И ты, гном! И ты тоже! Вы все гномы! Малыш, давай! Знаешь, а ты довольно милый парень! Какой же он огромный! Но это не гарантирует ему победу! Мне нравится, что ты грустный! Сегодня ты узнаешь правила, которым должны следовать гномы! Ладно! Так и быть! Я запущу свой инфинити надо первым! А потом можешь ты! Что это малыш задумал? Ведь если запустить инфинити надо первым, его энергия вращения иссякнет раньше! Джин! Ага! Дон! Как-то это странно! И правда странно! Но... Посмотри, какая длинная цепь! Чем длиннее цепь, тем мощнее будет запуск! Но... Чем длиннее цепь, тем сложнее будет игроку с ней управляться! Я не представляю, что кто-то сможет с такой управиться. Надо! У моего инфинити надо простая конструкция. Наконечник тупой. Его легко запустить, и когда он занимает центр арены, он может вращаться там очень долго. А? Сломан? Сразу видно, у тебя защитные надо. Для обороны ему нужно занять место в центре арены. Только... Малявкам в этом мире редко удается занять место в центре. Поэтому это место занял я. Потому что я здесь лучший! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Так вот, зачем он запускал первым, чтобы занять место в центре арены. Но хуже еще то, что его дух вышел из-под контроля. Флой сможет справиться с таким духом? Ха-ха-ха-ха! 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 А? Что? Что-то сломалось! Я слишком большой, чтобы замечать мелочи! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Он приземлился на край арены! Ха-ха-ха! Ну и глупец! Ха-ха-ха-ха! Что? Он избежал ветра и приземлился прямо на мой инфинити надо! А? Как? Как это возможно? Я не могу двигаться! А? А? Чёртово колесо контролирует гравитацию. А на арене сила гравитации в два раза больше. А? Ловкий игрок! Уходи! Жаль. Твой инфинити надо не может двигаться так же, как и ты. Да? А? Нет! Прошу! Мой ловкий игрок! Никому его ломать нельзя! Гравитация! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не надо! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Играл. И у него осталось 13 тысяч баллов. Ветер прекратился. Дон, смотри. Малыш, это наш малыш. Гляньте. Малыш, правда, это наш малыш. А Флой не из робкого десятка. У него необычная сила. Флой. Эй, Джин, ты куда? Флой. Зачем ты это сделал? Я думал, эта подвеска важна тебе. Нельзя питать свою силу грустью, даже ради победы. Все не так. Я сделал это. Ради сестры. Ради сестры? Стой! Где она сейчас? Там. Ага. В той башне? Как это? Дедушка говорил, что она упала с неба. Туда не проникнуть. Никому. Нужно идти за ними. За ними? И ты следующий. Что? Инфинити-надо. Вот и начался долгожданный турнир Инфинити-надо. Участники сражаются в группах А, Б и С. Победители сразятся в решающей битве. В ней с ними сразится Дэвис, Инфинити-надо которого, по слухам, обладает самой мощной защитой. Победивший Дэвиса сразится с непобедимой Сесилией. Получится ли у кого-то в этом году одержать над ней победу и заполучить заветный Инфинити-надо «Разящий удар»? В первой битве в группе А сражались Джин и Хэм. Джин произвел мощную атаку и победил в сражении. Это позволило Джину пройти во второй раунд турнира. Во второй битве в группе А сражались Фэй и Харн. Харн сразу же завладел преимуществом, и победа в битве осталась за ним. Именно поэтому во втором раунде он сражался с Джином. Боевой тимбал! Это была яростная битва между выносливыми Инфинити-надо. В этой сложной битве победу одержал Джин. А духи участников пожали руки. В группе Б первыми сразились Флой и Честер. Честер занял центр арены, вызвал духа и был уверен в победе. Но соперник не оставил ему шансов. Победу одержал Флой. После них в группе Б сражались Громадный Малыш и Гант. Выносливый НАДО Громадного Малыша легко справился с Гантом. Громадный Малыш прошел во второй раунд, где его ждала битва с Флоем. Громадный Малыш первым запустил Инфинити-надо и занял центр арены. Однако вскоре все пошло не по плану, когда Инфинити-надо Флоя стал атаковать с воздуха. Темный дух, живший в теле Громадного Малыша, покинул его. А Флой, одержав победу в битве, перешел в следующий раунд. Затем в группе С сразились Дион и Энгл. Всю битву преимущество было за Дионом, который не давал сопернику ни шанса. Энгл проиграл, а Дион прошел во второй раунд. Следующими в группе С сразились Фарра и Дон. У них обоих атакующие надо. Битва получилась жаркой, и искры летели во все стороны. Победил Дон и прошел во второй раунд. Там его ждала битва с Дионом. Сначала у Диона получилось завладеть преимуществом при помощи духа. Но Дону удалось сразить дух Диона. И он стал победителем в группе С. Нас ждет финальная битва между Джином, Доном и Флоем. И она будет яростной. 12 серия. Битва трех финалистов. Кто же победит в финале турнира Инфинити Надо? Все участники прошли длинный путь. Жду не дождусь предстоящей битвы. Неважно. Мой Инфинити Надо не позволит никому из них приблизиться к вам. Если бы вы тогда не вмешались в ход битвы... Ты правда считаешь, что битва была честной? Это был просто фарс. Ты не лучше громадного малыша. Это отвратительно. Тебе должно быть стыдно. В сравнении с твоим духом, духи Джина и Дона чисты. Сила духа, которую Дон использовал против Диона, была... Такой чистой и сильной. А сила духа, которую использовал Джин в битве с Харном... Была чем-то поистине прекрасным и потрясающим. Он станет тем, кто откроет врата башни. Но меня волнует Флой. И его таинственная сила. Наконец-то нас ждет финальная битва. Она состоится между тремя участниками-финалистами. Джином, Доном и Флоем. Но сначала госпожа Сесилия обратится к нам с речью. Приветствую вас, друзья! Мы с вами стали свидетелями потрясающих сражений. И, наконец, определились три лучших игрока турнира. Но победителем станет только один. И мы с Дэвисом поняли, что в конце нам будет очень непросто одержать над ним победу. Я жду не дождусь, когда эти трое покажут, что они приберегли для нас. Поприветствуем же участников нашей финальной битвы! Первый участник – Джин, победивший Хэмэ и Харна. У него на счету 15 600 баллов! Джин, давай! Он так спокоен. Отлично выглядит! Как и его дух. Далее Флой, победивший Честера и громадного малыша. Сумма баллов 16 600! Неожиданный финалист. А? Чего? От него как будто холодом веет. Что-то и правда не так. И последний участник – Дон, победивший Фару и Диона. Сумма баллов ровно 16 000! Дон, вперед! Покажи им! Я вижу победа за тобой! Отстань уже от него! Да ладно? Что в этом такого? У всех троих свои преимущества, а их сила непостижима. У Дона сияющий огонь, атакующий надо. А у Флоя чертово колесо, защитный. У Джина небесный вихрь сбалансированный, и он может менять его режим с атакующего на выносливый. Выходит, нас ждет битва. Трех типов инфинити надо. Если Джин выберет выносливый режим, у всех будут свои преимущества. То есть выбор Джина будет решающий. Если он выберет атакующий, защитный надо Флоя будет иметь серьезные преимущества. Что же Джин выберет? Неясно. Он сражается непредсказуемо. Да, я бы выбрал выносливый режим, но он... Эй, я почти уверен, что проиграю тебе. Сколько хочешь за свой проигрыш? Перестань. Я хочу сразиться с ними. Так что сейчас я должен выиграть. Да ладно тебе, Джин, не глупи. Может быть, хочешь детали? Ты можешь выбрать любую из моей коллекции. Ведь я хочу быть тем, кто заберет этот инфинити надо. Понятно. Ну, если он тебе так сильно нужен, когда я выиграю, одолжу тебе. Одолжишь? Ты представляешь, сколько он стоит? Он же лучший в мире, да? Но он не дороже небесного вихря. Я верну его. Вернешь? В смысле? Слушай, Флой, скажи, сколько ты хочешь за свой проигрыш? Я могу отдать деталями. Ну ладно, ладно. Значит, будем биться. И так, битва начинается! Три, два, один... Меда, Меда, давай Сиящий Огонь! Что? Атака сразу во время запуска? А этот парень молодец. Конечно, он молодец. Распобедил даже меня. Прости, я не дам приземлиться. Так ты не сможешь воспользоваться своей защитой. А? Так вот что ты задумал. Атаковать до приземления? Чертово колесо. Справится ли с этим Флой? Или не сможет? Флой не только выбрался из-за подней, но еще и занял удачное место для обороны. Джин, что ты сделал? Такое случается, когда на маленькой арене сражаются три инфинити надо. Невозможно предсказать, что будет дальше. В этом прелесть финала. Кто тебя просил? Не лезь не в свое дело. Ну, прости, я не сдержался. Ты выбрал атакующий режим? Если боишься трудностей в битве, никогда не победишь. Удача отвернулась от Доны и Джина. Рано делаешь выводы. Джин призывает на помощь ветер. Скоро вы поймете, что я прав, потому что Флой занял центр арены. Адон похож на муравья, который вот-вот лишится сил и угодит в пасть жука, который терпеливо его поджидает. Я выиграю, а у вас нет ни единого шанса. И что, мы с этим смиримся? Нет, есть идея. Даже у сильнейшего оружия всегда найдутся свои недостатки. У него это наконечник, единственная точка опоры. Джин предпринимает атаку. Небесный вихрь только что ударил защитный на до чертова колесо. И тот вылетел из центра. Вышло. Здорово. Теперь моя очередь. Чертого колеса потерял удобное место, но он все еще вращается с краю. Он еще в игре. Это конец битвы? Или случится чудо? Глупцы. Это сила атакующего надо. А ты не сдаешься? Ха! Мы не пустим тебя в центр. Сейчас я тебя выпровожу. Дон, перестань. Все уже решено. Джин, ты не рожден, чтобы атаковать. Тактика нападения заключается в том, чтобы не оставить врагу шансов. Надо всегда идти до конца. Не жди пощады. Я тебя не пожалею. Огненный меч! Небесный вихрь! Чертово колесо! Ах, ну давай уже, сдавайся. Вот так чего? Его дух улыбается? А, точно так же! Он справился с громадным малышом! Гравитация! Держись, сияющий огонь! Сияющий огонь! Джин, уходи! Нет, поздно! Какой Дон глупый! Все испортил Джину! Если бы Дон не пошел в атаку, то чертово колесо уже был бы выбит с арены. Теперь понятно, почему он вынудил Дона атаковать! Одурачили! А я повелся! Джин! Дон! Победи! Ты ведь пообещал мне тот инфинити надо? Пообещал, но я могу и проиграть! О чем это ты? Ты должен выиграть! Ты ведь можешь еще раз атаковать его наконечник! Да, хоть Небесный Вихрь и слабее после удара, я попробую! Что? Не получилось! Вот и все. Конец. Небесный Вихрь выбит. Джин проиграл. Дэвис, открой глаза и внимательно наблюдай. А? Но как так? Как это случилось? Это невероятно! Небесный Вихрь по-прежнему держит атаки чертово колеса! Неужели это выносливый режим? После столкновения атакующий режим сменился на выносливый. Снова неожиданный поворот! Столкновение помогло Джину остаться в игре! Удача явно на стороне Джина. Он выигрывает. Нет, рано еще делать выводы. У Флоя есть еще один козырь. Нужно биться. Мне никак нельзя отступать. Флоя, используя этот инфинити надо, чтобы вернуть разящий удар, чего бы тебе это не стоило. Если не сможешь это сделать, больше никогда не увидишь сестру. Я должен. Нельзя проиграть. Небесный Вихрь! Вечное вращение! Вечное вращение! Дух плачет. Ма? Что случилось с его силой духа? Это похоже на... Дышать трудней. Джин, берегись! Его духу очень грустно. Эй, Джин, о чем ты думаешь? Да, но... Ага. Так, давай покончим с этим. Только посмотрите. О нет, этот прием. Джин, что будешь делать? Тебе не уйти. Вот и конец битвы. Джин, уходи! Ну уж нет! Небесный Вихрь! Давай, Небесный Вихрь! Небесный Вихрь! Не так-то просто победить! Это ненадолго. Вот увидишь. Будет, по-моему, так, как я хочу. Вперед, Небесный Вихрь! Защита чертова колеса! Стоя! Стоя! КОНЕЦ Конец игры! Флой проиграл, а Джин с небесным вихрем победил! Теперь у него 12600 баллов! И он будет сражаться с Дэвисом! Получилось, Джин! Флой! Молодец, Джин! Я верила в тебя! Ну что, Дэвис, ты готов к битве? Хоть у меня и защитный надо, как у Флоя. Такие приемчики на мне никогда не смогут сработать. Джин, тебе не поздоровится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова